Все малыши устраиваются в животе у мамы по-разному, кто вдоль, кто поперек, а кто и вовсе по диагонали. Как влияет положение ребенка на процесс его рождения? После 30 недели беременности положение малыша в матке приобретает особое значение. К этому сроку малыш подрастает и, как правило, уже не может развернуться. Лучше всего, если ребенок успел занять классическую позу – головой вниз. Врачи называют ее головным предлежанием. Расположившись так, кроха чувствует себя удобно и до рождения, ведь самые крупные части тела, голова и плечи размещаются в самой широкой нижней части матки и во появления на свет. В процессе родов голова малыша вставляется в малый таз мамы, затылком проходит все плоскости костного таза, совершает поворот и устанавливается под лонным сочленением, а затем с помощью потук появляется наружу. Даже если малыш устроился в матке не так, как положено, шанс произвести его на свет без операции все же остается. Как определяют положение малыша в матке? Это можно сделать при внешнем осмотре и прощупывании живота, а затем подтвердить результат с помощью осмотра через влагалище и ультразвукового исследования. Ребенок устроился головой вниз. Так ли это станет на седьмом месяце беременности? Если он лежит правильно, то живот имеет овальную форму, вытянутую сверху вниз, от края ребер до лона. В верхней части матки врач обнаружит объемные и мягкие ягодицы в нижней круглую и твердую головку, а по бокам спину, руки, ноги малыша. Малыш сидит. Тазовое предлежание удается распознать с 32 недели. В верхней части матки врач нащупывает твердую головку ребенка, а в нижней мягкую попку. Кроха лежит поперек. Определить это положение можно с 20 недели. Голова и ягодицы малыша находятся по бокам мамы. Обычно при головном предлежании ребенок рождается довольно легко, но и это положение не может полностью исключить каких-либо инцидентов. Например, во время родов может произойти так называемое разгибание головки. По мере продвижения через малый таз голова ребенка не прижимается к груди, как должна, а откидывается к спине. В этом случае первым через родовые пути двигается лоб или лицо малыша, а это может привести к травме у ребенка или его мамы. Чаще всего лобные или лицевые предлежания возникают у женщин, которые становятся мамами не в первый раз или ожидают слишком крупного или маленького ребенка. К этому также располагает узкий таз, нарушение формы или опухоль матки, миома, избыток околоплодных вод, предлежание плаценты. Лобное предлежание определяют во время родов при обследовании через влагалище, его невозможно исправить и чаще всего роды заканчивают кесаревым сечением. Лицевое предлежание устанавливают таким же путем. Пальцы врача-акушера нащупывают глаза, нос, рот малыша. Во избежание осложнению родов и в этом случае проводят с помощью кесарево сечения, но иногда мамам удается справиться и самим. Некоторые малыши предпочитают расположиться в животе у мамы ножками или попкой вниз, тазовое предлежание, либо занимают поперечное или косое положение. Положение вверх головой встречается в трех вариантах. В нижней части матки находятся ягодицы малыша, а его ножки вытянуты вдоль туловища. Это ягодичное предлежание. Ребенок сидит по-турецки, его ноги согнуты и обращены ко входу в малый таз. Это смешанное ягодичное предлежание. В нижней части матки находится одна или две ножки малыша. Ножное предлежание. Если ребенок укладывается поперек матки, его голова и ягодицы располагаются по бокам тела мамы. Кроха может занять неправильное положение из-за того, что его мамы узкий таз, неправильно расположена плацента, нарушена форма матки. Отклонения появляются и в том случае, когда ребенок слишком мал и может свободно двигаться в матке или малышу мешает слишком короткая пуповина. Кроме того, довольно часто тазовое предлежание встречается при преждевременных родах. Иногда с началом родов малыш становится покладистее и сам ложится головой вниз. Врачи могут помочь ему в этом. Например, если ребенок расположился наискосок, его маму на некоторое время укладывают на бок, чтобы Кроха поскорее занял продольное положение. Что происходит, когда будущая мама ожидает близнецов? Если теснота вынуждает детей занять неправильное положение, перспектива родов зависит от ситуации. Когда первый ребенок располагается попкой вниз, а второй вверх, будущей маме сделают кесарево сечение. Если же первый малыш находится в головном предлежании, а второй в поперечном, они могут появиться на свет обычным образом, но во время рождения второго ребенка врачи повернут его в нужную сторону. Маме малышей, расположившихся в животе неправильно, придется приехать в роддом за две недели до положенного срока. Это время понадобится для обследований, чтобы врачи могли определиться с тактикой ведения родов. Например, с помощью рентгенопельвиометрии специалисты выяснят, достаточно ли широк таз женщины и сможет ли он пропустить ребенка. Помимо этого важен возраст будущей мамы – до 30 лет или старше. Размеры и вес малыша, положение его головки, точное положение в матке. Если ребенок некрупный, его голова наклонена к груди, а таз женщины нормальных размеров, акушер может высказаться за естественные роды. Правда, важно помнить, что при предлежаниях этот процесс всегда чреват осложнениями. Так, при поперечном положении ребенка мышцам матки сложно его обхватить, и схватки обычно бывают слабыми, а роды долгими. Иногда возникают и более сложные ситуации, например, выпадение ручки ребенка. Вот почему во многих случаях кесарево сечение оказывается самым безопасным решением и для мамы, и для ее малыша. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok